Всем привет, друзья! И сейчас я вам покажу, как можно сделать фонарик источником цвета, у которого будет графитовый стержень. Для этого мы возьмем крону, и для того, чтобы ее подключить, возьмем разъем из старой советской игрушки. Для включения-выключения будем использовать маленький выключатель. В качестве корпуса нам нужна баночка. Вот, собственно, графитовые стержни толщиной 0,5 мм. И еще нужен алюминиевый изолированный провод. Прикладываем крону к крышке и отмечаем две точки. Затем просверлим в них отверстия диаметром 4 мм. Провод перекусываем на две части и очень аккуратно срезаем изоляцию. Затем загибаем алюминиевую часть и с обратной стороны снимаем немножко изоляции. В итоге у нас должно получиться два вот таких провода. Затем вставляем их в отверстия, перекусываем тонкий провод и аккуратно срезаем изоляцию. Затем толстый и тонкий провод соединяем указанным способом. С помощью термоклея все фиксируем. Батарейку приклеим к крышке и кнопку тоже. Затем припаиваем провода и соединяем разъем с кроной. Берем стержень от карандаша и ломаем его на две части. Затем алюминиевый провод необходимо немножко подогнуть для того, чтобы можно было зажать стержень. Аккуратно вставляем. Графитовый стержень является очень хрупким и поэтому зажимать нужно очень легенько. И в этом месте я испортил несколько стержней. Для того, чтобы стержень не сгорал, нам необходимо убрать с баночки кислород. Для этого мы подпалим ватку и закроем баночку. И таким образом весь кислород примет участие в реакции горения. Теперь в баночке нет кислорода и мы можем спокойно включать наш фонарик. И таким образом работает этот фонарь. Но как видите, на крышке баночки я установил вместо кроны аккумулятор. Дело в том, что крона села во время экспериментов и поэтому ее пришлось заменить. И если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!